Добрый день, друзья! Мы продолжаем наше приключение в Мэншине. Как на русском переводится Мэншин? Лемминг. Луиджис Мэншин. Поместье. 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 Да, поместье. House of Danger. Дом опасностей. Где наши отважные детективы пытаются распутать психоделически сложное дело. Сегодня с нами сибирский Лемминг. Катя. У которой день рождения. Ура! Всё ещё! Да. Она всё ещё держится, трезвая, сидит тут с нами. Покуривает тактино же. К ней приходил её кот, кстати, с пакетом на голове. Лемминг, ты всё пропустил. Я просто не могу наблюдать его морду. Поэтому надеваем его пакет. Ясно. Он опять сюда залез. Покажи, предъяви кота в пакете, пусть здесь не поселится. Кот, иди сюда. Из серии «Мы хозяин идиот», да? Всё ещё смешно. Он издевает. Я не издеваюсь, он сам залез. Ну, он сидит такой, типа, чудак. Он думает, что он сидел себе темно. Оп! Внутри кот. Вот это сюрприз. Это как сейчас у меня в Инстаграме почему-то очень много сейчас какой-то волной появился, типа, там, арбуз. А его разрезают, а внутри какой-нибудь пёс. Вот классно, да. Башка какого-нибудь пса. Я такой, окей, в чём прикол? Ладно, кот. Котики хоть смешные. Впрочем, у Бадика он появится, он из главный по такого роду. А, по псам, по собакам крупных пород. Несмотря на то, что его с нами нет здесь, да, мы его постоянно вспоминаем, да. Так, чай-лаваш, я уже говорил, что ты тоже с нами играешь. Это очень хорошо. Вы сейчас подошли к поместью. Я вам буду читать дальше, что это за поместье. Вы сделали это. Целую главу к нему ушли. Да, целую главу. Вы сделали, действительно, 5 глав. Обратите внимание, вторая это спасение. И там нарисовано... Чёрт знает, что тут нарисовано. В общем, непонятно, спасение откуда-то. Потом это хайдаут, это убежище. И последнее это инвейджин. Там нарисованы инопланетные корабли, которые вторгаются в нашу солнечную систему. А я вот... Вот эта тарелка Planet of Crystals, вот эта чёрта. Ага, ага, то есть ты уже начал подозревать. А к тому же 70-е вот это всё. Да, давайте я читаю дальше. По-моему, 80-х это игра, хотя на 100% не буду утверждать. Может быть, даже 90-х. Но вот карточная версия выпущена в 18-м. То есть совсем ещё достаточно свежая. Особенно, если вы нас смотрите с 2050-го года. Это как... Как это? Как диснеевский ремейк. Да, если вы смотрите с 2050-го года, пользуясь случаем, если машина времени изобретена, заберите меня, пожалуйста, отсюда. В будущее. И исчез. Хотя нет, если бы я исчез, я бы не опубликовал это видео. Так мы в парадоксе сейчас. В парадоксе мы сейчас. Не исчез, но мы в парадоксе. Да, мы все в параллельной вселенной. Так, давай читать дальше. Вы идёте через... По первому этажу этого поместья. И его вид оставляет больше вопросов, чем ответов. Вы считаете, что было бы умно... Сейчас. Помолчать. Не, не, сейчас. Что было бы умно сейчас развернуться и забыть об этом, чтобы когда-либо сюда приходили. Но вы не из тех, кто уходит, не закончив дело. Вы известный и толковый детектив и... В этот астрономический какой-то психик. Паранормальный. Паранормальный, да. Паранормальный инвестигейтор, то есть следователь. Вы не сдадитесь просто от того, что здесь какое-то странное, пугающее, футуристическое поместье. Сверхъестественное. Которое, которое, к тому же, являлось вам во снах. И... А также потому, что вы получили отсюда звонок с просьбой о помощи. Вы стоите в фойе. Здесь довольно модерновый декор. В стиле элегантного минимализма. И внезапно до вас доносится крик через двойные двери. Помогите, помогите. Они преследуют меня. Кричит человек. Не женщина, заметьте. Человек кричит. Он... Он... Он бросается к вам. Амен, значит, мужчина. Не человек, мужчина. Нормально. Он бросается к вам. Но внезапно падает на землю. Как будто подкошенный невидимым молотом. Вы бросаетесь к нему. И пытаетесь услышать его дыхание. Оно... Оно быстрое, отрывистое. Как будто бы сопение. Он... Он... Короче, страшно... Впадает в страшную судорогу и лежит неподвижно. Этот человек был запуган до смерти, думаете вы. Читаем дальше. И вдруг он резко хватает воздух ртом, подскакивает на ноги и бросается мимо вас и вон из дома. Вы... Глубоко дышите, чтобы прийти в себя. Но... А, понял. Это оборот. Шутка юмора. На русский язык не переводится, к сожалению. Шутка, которую, к сожалению, невозможно перевести на русский язык. Давай на эстонском. Но поверьте, она смешная. Хорошо, я прочитаю на английском. You breath a deep sight of relief, so not quite to death. Ну, не перевести это на русский. Типа, вы... Вы... Пытаетесь отдышаться, но не так, как тот чувак, который чуть не умер. Не так дышите. Нет, типа... Давайте переводим. Значит, он не очень умер был. Да, да. Короче, не переводится это напрямую. Оставим это подвешенным. Что-то падает с его одежды. Пока он бежит к выходу. И он скрывается за дверью. Вы нагибаетесь, чтобы осмотреть объект, который упал. И это, оказывается, маленький дротик. Такой, который выдувают из трубок стреляльных. Чего бы этот человек не боялся, похоже, его страх был оправданным. Но насколько же опасен этот дом? Пока вы слышите... Пока вы это рассматриваете, вы слышите громкий, жужжащий шум, который идет откуда-то из-под ваших ног, сотрясая весь этаж. Этот звук настолько громок, что заглушает даже звуки шторма наружу. И так же быстро, как начался, этот звук исчезает. Похоже, под поместьем происходит что-то странное. Вы готовы поставить на то, что, чтобы не случалось в этом месте, ответы на то, что происходит, ждут вас внизу. Теперь вы получаете клю 57. Это ваше задание на всю игру. И это задание найти доступ к подвалу. На главу это задание, да? Да, это задание на всю главу. Так, дальше. Вы не видите возможности спуститься ниже из фойе. А лестница, которая перед вами, ведет наверх. В то время как двойные двери, откуда выбежал человек, идут направо. И маленькие двери, слегка приоткрытые, ведут в противоположном направлении. Помните маленькие двери, слегка приоткрытые? Угу. Не помните, хорошо. Теперь вам нужно... Теперь вам нужно выбрать, что вы будете делать. Идти на второй этаж, идти через двойную дверь, или идти через маленькую дверь. Кто вас убирает? Катя, мне кажется, нет? Да, по-моему, Катя. А за второй этаж. Да. Я тоже за второй этаж. Ну, вообще, да, логично. Маленькую дверь можно не пролезть. Чтобы взять поближе, нужно положить подальше, знаете такое. Вы будете следовать этой логике. Да, да, да. Вы все за второй этаж, да? Угу. Ну, в принципе, да. Хорошо, значит, 39-я. Да, 39-я. 39-я карточка. Берем. Оп. Лестница ведет в длинный коридор. Фиолетовый ковер с потрепанными краями лежит на полу. И странные абстрактные рисунки расчерчивают все стены. Ваза лилий стоит на столике, на половине этого коридора. А прекрасные, великолепные деревянные панели с резьбой висят на сторонах. Без предупреждения призрачная фигура проходит через дверь впереди вас и направо. Впереди вас, справа дверь, а тут уходит призрачная фигура. Призрак не видит вашего присутствия. А там призрак, да, был? Там была, типа, призрачная фигура. Не сказано больше, призрак. Да. Так, значит, вы можете осмотреть эту фигуру. Если вы уровня 2 или больше в психических способностях, добавьте 1 к своему броску. А также к любому бустеру на осмотр. Будете осмотреть? У нас в психике все плохо. В психике у вас, как раз, все хорошо. У вас уровень 9, поэтому у вас плюс 1. Я вот что думаю. То есть нам же в целом не страшно, да, наверное, рисковать. Потому что даже если, типа, как вы сказали, дойдет до шестерки, мы просто там один хитпоинт потеряем. Два. Или два, я не знаю. Два. Ну, то есть даже как бы с девяткой все равно семерка останется, типа, выглядит не страшно. Учитывая, что вы все равно не планируете дойти до конца и биться с боссом. Тем более, да. Может, давайте. Первого раза. Общинал челлендж? Общинал челлендж. Тогда делаем общинал челлендж. Так интереснее. Но он делает только один раз, а повторять нельзя. А черт. Тогда хорошо. Вы должны выкинуть 4 или больше. Прям посильнее. О, хорошо, критикал успех вообще, давай. 29. Кританули. Кританули, так кританули, да. Там ключ находится в секретной. Вы открываете шкафчик. Такой шкафчик. Ну да, шкафчик там скрытый. И находите книгу. В середине страниц вырезана формочка под ключ, и в нем лежит, собственно, сам ключик. Сохраните эту вещь. Пройдите и прибавьте себе один к Psychic Scale. Вот. А дальше решайте карту. А карта у вас, напомню, требует решения, что вы будете делать. Вы будете идти за фигурой или идти в ту комнату, откуда она вышла? Решает у нас чай. Я бы не пошла за фигурой, я бы пошла в ту комнату. Я бы тоже комнату выбрала. Да, посмотреть, что же она там сделала. Скорее, просто я объясню, почему. Скорее всего, фигуру мы эту не догоним. А если догоним, то, скорее всего, получим по башке. Поэтому лучше посмотреть, что он там делал, чтобы собрать данные. Что это за фигура? Мы, возможно, узнаем, кто это и что он там делал просто. Давайте, хорошо. Я согласен. Значит, тогда вы идёте в ту комнату, куда он пришёл, это карта номер 36. Так, вы входите в большую комнату с высокими... Сейлинг. Сейлинги, как это переводится? Потолки. Сейлинг это потолок? Нет. Ну да, с высокими потолками и бильярдными столами, выставленными в линию по центру. Четыре таких стола стоят над ними, висят лампы. Бильярдные шары раскиданы по пятому столу, который стоит в тенях и ждёт начало игры. Или расставлены. Бильярды... Это значит раскиданы, правильно ведь? По-моему. Нет. Нет, наоборот, аккуратно расставлены. Видишь, какая разница мнений. Так, хорошо. Маленький бар установлен в одной из стен. На баре стоят установлены 15 кристальных стаканов, аранжированные в форме пирамидки. Выставлены в форме пирамидки. Хрустальные стаканы в форме пирамидки. Ну, как из-под шампанского. А, есть также странная подозрительная дверь в дальней части комнаты. Похоже, она была сделана для ребёнка. Но вы также можете через неё протиснуться, если захотите. Вы слышите дождь, который колотит по высоченным окнам. И на улице уже почти закат. И похоже, что дождь сделает его ранним, этот закат. Дальше у вас есть приманишн. Это предвидение. Если вы уровня 2 или выше, тащите 52. Тащим 52. Я вам сейчас покажу, что там за приманишн. Вот такой вот приманишн. Плохо мне что-то видно. Я бы сказал, что это пожар какой-то. Или взрыв. То ли взрыв, то ли пожар. Ну, со взрывом или пожаром здесь только баркашца можно связать. Хотя, опять же нет. А, кстати, не только так. Здесь ещё очень важно отметить, что здесь разлетается нечто, у чего есть ножка, похожая на резную ножку сундука, и ручка, похожая на ручку сундука или дверь. Вот это вот, вам просто здесь не видно, поэтому я описываю. Возможно, шкаф какой-нибудь. Типа шкафа, что ли. И вот этот нож. А, я бы сказал, что это похоже на тот сундучок, который был установлен, но там, где был под бассейн. А, он мог рвануть. Не, не знаю. Вряд ли это о нём. Но эта игра, эта этапа, значит, она на многократное прохождение, поэтому очень может быть считаю о нём. Ну ладно, у вас это остаётся, так или иначе. Окей. Дальше у вас есть optional челлендж. Он заключается в том, что вы можете проверить бильярдный стол в тенях. Будете? Я считаю, надо. Да, ну там же что-то эта фигура делала, и нам нужно посмотреть, что там произошло, иначе в чём смысл? Тогда в optional челлендж берёте, да? Ну, все за. Да. Пять и более вы должны выкинуть. Шесть. Вообще просто ехать катка. Тридцать третий. Тридцать третий. Кто вас сейчас решает стать, помните? Лемминг. Лемминг вам, да. Ну, я зато буду решать. Так, бонус story choice у вас. Бонусный выбор появляется. Вы находите переключатель, и этот стол поворачивается вокруг себя на странном моторизованном механизме. Может быть, он опускает стол прямо вниз в подвал. Подместите эту карту как дополнительный выбор. И теперь у вас есть два выбора. Здесь. Вы можете пролезть через маленькую дверь. Либо вы можете запрыгнуть на стол и повернуть рычаг. Я, конечно, всегда за, как бы, хитрый выбор. Поэтому я за стол и рычаг. И сразу перейдем в третий углову часа. Что, было бы неплохо? Ну, не знаю. Еще раз. Вот покажи еще раз карту со взрывом, а? Вот ручка эта. Я просто тебе опишу. Эта ручка... Это металлическая квадратная пластина. Которая вырезы по месту углов. Такие кругленькие вырезы вместо уголочков. И на ней закреплена ручка. Все это, похоже, из бронзы, как будто бы сделано. А ручка какая? Круглая? Круглая. Круглая ручка. Я вот еще попробую. То есть, скорее, дверная. Здесь не будет... Вот-вот я пальцем на нее указываю. Да, я понял. Да, это похоже, конечно, на дверную ручку. Это дверная или сундука ручка, я бы сказал. Я за стол. Вряд ли дверная, потому что там внизу под этой ручкой еще летит ножка, напомню. Резная ножка, сделанная вот так, знаете, как львиная нога. С пальцами. Ну, я за стол. Так или иначе, я за стол. Отдерживаю. Стол поддерживать, хорошо. Тогда мы идем на карту 52. Story, карт 52. Давай, сходим. Вы залезаете на этот стол. Может, сохранитесь? Что ты вот... Нет, я бы не стала, потому что мы и так потратили в холостую. После каждого... Может, сохранитесь все-таки? Ну, как хотите. Вдруга. Ну, давай. Будет взрыв, да? Точно сохраняйтесь, будете тратить сохранение? Ну, как вы считаете, поверить ему? Вы вообще не клядете. Сами, мне все равно, я бы не стал сохраняться. Да пусть будет сейв, интерес не будет без сейва. Вы скакиваете на стол и ждете его спуска. Но что-то не так. Вы начинаете ехать вверх, вместо того, чтобы ехать вниз. Он едет вверх все быстрее и быстрее. И, наконец, пробивает верхний стеклянный потолок. Да. Вокруг вас везде стекло. Лифт продолжает подниматься, пока вы уже практически на два этажа над домом. Дождь. Представляете, вот картинка. Вокруг сверкают молнии, и вы там учитесь на огромной скорости на этом столе. Дождь лупит так сильно, что вы очень быстро промокаете. И темные облака... Вы видите темные облака до самого горизонта вокруг вас. Вы видите удар молнии на расстоянии. И вы наполняетесь ужасом после того, как вы вдруг понимаете, что вы сейчас поднимаетесь на металлической колонне в центре шторма. И это весь гигантский громоотвод. Молния бьет по гидравлическому лифту. Вы чувствуете вспышку миллионов вольт вокруг вашего тела. Шок откидывает вас с этого стола, и вы летите на землю, шлепаетесь на ней и умираете. Такая картинка. Но вы-то сохранились, слава богу. Ох, слава богу. Так что откатываем. Ну полезли в дверцу еще один. Да, там больше выборов нет. Сорок четвертый. Значит в этой игре не надо искать быстрых... Хитрых. Хитрых вариантов, да. Хитрых вариантов. А он зернул, да, из-за того, что за рычаг. Вот так вот. То есть вы входите в детскую игровую комнату. Вы находите гигантский ящик, наполненный игрушками, который покоится у одной стены. И в центре комнаты стоит кукольный домик, который, похоже, является превосходной репликой самого дома Марсденов. Когда вы приближаетесь к кукольному домику, вы замечаете, что стены игровой комнаты покрыты ящиками, полный кукол. Их глаза смотрят прямо на вас. Не ящиками, а шелфами. Шкафы. Корзинами. Шелф это шкаф. А, да, шкаф. Шкафчики. Полуги. Да. И вам сложно оторвать от них взгляд. Их глаза как будто буравят вас чернотой их мертвого взгляда. Несмотря... Не отводя взгляда, вы чувствуете себя все меньше и меньше. Скоро куклы, кажется, нависают над вами, даже более пугающие, чем раньше. И... Хотя они никогда не покидали своих мест. Так. Внезапно вы становитесь размером с куклу сами. И вы стоите в игровой комнате, на полу игровой комнаты, перед репликой дома Марсденов. Оттуда, откуда вы стоите, вы можете видеть начальную... Ой, вы можете видеть входную дверь кукольного домика. Вот такая вот картинка. Здесь. Вот не зря я в начале... Не зря я в начале... А внизу этот дом... Про кроличью нору. Прям какая-то Алиса. Ну вот, в общем, вы входите в этот долл-хаус и идете на карту 49. Вы теперь в доме, внутри дома. В том уроке. Да. Не забывайте старательный. Так, значит, вход в кукольный домик ведет вас в обеденную комнату, жилую и потом в спальную. До того, как вы подумаете, куда двигаться дальше, что-то вас отвлекает. Здесь работает какая-то сила, чье присутствие вы не можете игнорировать. Что-то или кто-то, похоже, зовет вас, тянет вас вперед. Вы можете сказать, этот кукольный домик, это просто огромный склад психической энергии. Хаб. Скопление психической энергии. Собрание странной энергии. Вы должны, вы должны, вы должны, ну я перевожу так, как это, Володарский. Это собрание странной энергии, вот здесь, мать твою. Но вы должны сохранять свое ясность уба. Так, дальше у вас выбор. Мы перед тремя дверями. Одна дверь, посмотрите, здесь, обратите внимание, у одной двери полукруглая. А мы в домике? Мы в домике в кукольном, да. У другой четыре квадратных стекла, а у третьей двери круглые отверстия. Можно посмотреть на карту с предупреждением? С предупреждением? Да. Ну вот там по двери непонятно, что это за дверь. Мне кажется, там дверь со стеклами, посмотрите, судя по свету, который. из двери исходит. Так, ладно, вам нужно выбрать. Идти вам в обеденную комнату. Идти в перлор, это как жерлая, я так понимаю, зал. Парлор. Не знаете, да? Ну и ладно. Или в спальню идти, выбирайте. Кто вас выбирает? Катя, по-моему? Да. Итак, дайнинг-рум. Или парлор, не знаю, что такое. Мне кажется, это, типа, вот где... Этот, жилая, ну типа как, где все собираются. Гостиная. Гостиная, да. Или бедрум, спальная. Сейчас время к нам переведет, что такое парлор. Мне кажется, что все самое интересное происходит в спальнях. Паблик спейс, короче. Да, да, как я и думал. Потому что это в французском парле, это говорить, говорили, там, где общаются. Переговорные, да. В спальню, все согласны? Да, сейчас извиняюсь, я на минуточку. Давай. Так, мы начнем в спальню, да? А дальше у нас будет выбирать чай. Спальня это 41. У вас больше нет сейва, кстати. Муком, да, сейчас, может, уже и выбирать нечего. На хардкоре играем. Да, на хардкоре. Так, значит, спальня наполнена миниатюрными... Я очень извиняюсь, мне буквально на 5 минут... Отдайди домой, пока без тебя играем. Спальня наполнена миниатюрными... Миниатюрной фурнишингом, это как мебелью, которая теперь для вас стала настоящего, подходящего размера. Это модный стул, это дрессер, это шкаф для одевания, это лампа и это кровать. Лежа на кровати, головой на подушках, лежит плюшевая мышь. Как ты любишь. Крыса огромная вот такая, Соня. Чай, это для тебя специально. Почему для меня? Плюшевая крыса огромная. Если у меня там на заднем фоне лежат плюшевые игрушки, это еще ничего не значит. Так вот, лежит плюшевая крыса. Она настолько похожа на живую, что заставляет вас ступать медленнее, чтобы не разбудить ее. Ваше психическое чувство, парапсихическое, начинает пульсировать. У вас есть ощущение того, что есть что-то важное, скрытое в этой комнате. Бесплатное действие. Если вы на уровне 3 и выше психического скейла, то вы получаете улику 50. А вы выше. Улика 50 это... Это фамильное кольцо Марсденов. Размером с обручки. Вы чихаете, вспугнув крысу, которая скакивает с кровати. В кровати вы видите, что она спала прямо на фамильном кольце. В вашем маленьком состоянии оно похоже на колесо для автомобиля. Вы должны катить его, чтобы забрать с собой. Ваши психические чувства подсказывают вам, что это важная вещь. Один писать X-scale+. И закончите карту номер 41. У вас там выбор следующий. Вы дальше можете идти либо в обеденную, либо в гостиную. Чай, ты убираешь. Так, выбор можно еще раз? Либо в обеденную, либо в гостиную. Мы уже эту комнату минуем. Да. Крыса, понятно. Здесь вручу сделано все кольцо. Как выглядит комната со стеклянными... Это какая комната? Не знаю. Там не написано, какая из них какая. Там просто было три двери нарисовано. А, три двери? Я бы пошла в гостиную и переговорную. И обеденную. И обеденную. Я бы пошла в обеденную. Потому что крыса, еда... Обеденную это все-таки опасно, мне кажется. Потому что там всякие столовые приборы, мало ли что. Это да. Но в переговорной тоже... Но сейв. Сейвов. У меня, кстати, без сейва оставил. Вот. Твое мы использовали первым. Да. Нет, это был Катин. На самом деле, ну... Не знаю. Все-таки, может быть, и есть смысл. Просто я как бы как думаю... Крыса, еда, комната, там еще что-то. Вот в каком-то таком. Может, там еще одна крыса была. Может быть. Нет, смотри. Давайте сейчас у Кати спросим. Ну, сейчас ты убираешь. Катя, вы сейчас... Катя, я сейчас рассказываю коротко, что было. Угу. Вы нашли кольцо фамильное под лежащей крысой в кровати. Ты крысу пропустила? Так, я много. Да, пропустила крысу. Они зашли в спальню, и там лежала крыса большая, плюшевая. Они чихнули, она соскочила. Они нашли под ней кольцо, которое прибавило вам психической энергии, и оно для вас теперь большое, как шина автомобиля, и вы его катите. Теперь выбираете, куда его катить, либо в обеденную, либо в переговорную. Или в общественную. Но сейчас на самом деле лаваш выбирает. Просто она хотела тебя спросить. Нет, ну да, я выбираю просто пойти в обеденную или пойти в переговорную комнату. Ты бы куда пошла? Наверное, в переговорную. Ну все, сейчас. Более всего за переговорную. Давайте переговорную. Приговорную, значит, хорошо. Ну я бы пошла в обеденную. 35. А, так переговорную или в обеденную? Ты же выбираешь вообще-то. Нет, я... Так пойдем тогда в обеденную. Ну мы все-таки коллегиально... Нет, ну здесь написано в правилах, что если ты не согласен с выбором коллегии, то последнее слово всегда за выбирающим. Давайте в обеденную рискнем играть. Пойдем давай. 35-е. Так. А может... Во дворе... Во дворе... Во дворе большого кукольного стола сидит кукла с короной на голове. Это кукольный король со странными стеклянными глазами. А они сверкают какой-то темной энергией. Когда ты смотришь в эти глаза, ты чувствуешь странное беспокойство в своем разуме. Эта кукла как будто бы тянется к тебе ментально. Вы не знаете почему, но вы чувствуете, что он хочет с вами сразиться. Причем сделать это в плане чистой воли, мысли. Вы ощущаете, что это может помочь и усилить ваши психические способности. А вокруг обеденного стола две двери ведут в другие комнаты за пределами... А, в другие комнаты внутри этого кукольного стола. Дальше у вас есть optional challenge пересилить чувака мысленно. Если проиграете, Danger Matter на 3 увеличится. Если вы играете, что-то получите. Лимит, ты тебя решаешь. Да. А можно только один раз, да, воевать? Да. А нет, Юмэй Трайген. Юмэй Трайген, да. Можно не один раз. Давай троить. Тогда надо троить. Если разок даже прогадим, то это страшно. Все страшно. Троим. Пять. Вы победили. Просто... Дил ветер. Ты хотел надолго? Надо было по 3 стихам. Да, все. Последний был. Вы сейчас зашли в обеденную комнату. Там сидела игрушка за столом в виде короля. Он мысленно призвал Лемминга с ним подраться. И Лемминг ответил на челлендж и победил. Сейчас решаем, что это было дальше. Победил, да? Да. 56. Глаза короля. Вы защищаете ваши мысли от вторжения этого маленького короля. Так. Дальше вы начинаете с ним бороться. Вы фокусируетесь на его разуме. Передавая свои мысли тугим лучом. Наконец. Чего вы жете? Я почему-то представила сцену из качевуки. Я так и думал, что она про гачевучи скажет. Что такое гачевучи? Я молчу. Просто когда ты сказал про тугой луч. Попало все. Все к этому ушло. Тугой луч мыслей Лемминг сейчас направляет прямо в разум этого короля. Старательно. Старательно, да. Наконец. Когда напряжение достигает невиданного предела. Он моргает. Вы выиграли. А, так мы в гляделки играли. Да, в гляделки. Сохраните эту карту и идите продвиньтесь на два Psychic Scale. А потом закончите историю. Карта вы победили короля. Не знаю. Может пригодится. Я съел деда. Так, у вас теперь нужно здесь выбрать Лемминг. Вы пойдете Направо или налево? Вы пойдете в разговорную или в спальню? В спальню. В спальню, в смысле, в которой мы уже были. Да, да. Поэтому только разговорная 157. Да, да. Это был легкий выбор. Угу. Так, вы находитесь в гостиной. Угол этой гостиной занимает большой пианино. Оно красиво украшено. А, за пианино сидит кукла, которая носит корону и красивый красный плащ. Руки ее установлены на клавиши. Это королева кукол. Кукла-королева. Король уже была, теперь кукла-королева. Так, а даже несмотря на то, что она повернута к вам спиной, вы чувствуете, вы чувствуете, что она психически сильна. Что она приглашает вас поучаствовать в каком-то странном соревновании на пианино. Причем в разуме своем. Возможно, возможно, если вы примете этот вызов, то это увеличит ваши психики скиллы. Вы замечаете картину над пианино. На нем он отображает солярию. И это настолько реалистично изображено, что вам прям хочется его потрогать. Вы удивлены, когда ваша рука исчезает в этом рисунке. Солярий это комната для приема солнечных вам. кто не знает. Да, просто много света в которой. Так, вы заметите, так это уже было. Рука ваш там проваливается, так что вы можете выйти на другой стороне. Это картина, на самом деле, магический портал. И, может быть, это единственный ваш путь на выход. И дальше у вас, Катя, ты, по-моему, выбираешь, да? Ты можешь общину челлендж у тебя схлестнуться с королевой в битве. Шпан. Мысленной. Че, попробуем? Своей психической струей. Да, тугой. Тугой. Да надо бить, короля же победили. Своей тугой. Во много раз может. Такая разница, давай. Будешь? Сынов все равно нет, теряй меч. Да. Мочи. Только хорошо потряси. Два. Еще раз. Так, два это на сколько там? На три. Раз, два, три. Теперь шесть и больше только нужно выкинуть. Будешь еще двадцать? Давай, критонем, давай. Два. Ты плохо кидаешь опять, а? Раз, два. Так, надо подлежать. Четыре и более. Потому что она сам и не возвращает. Ага. А ты хитпоинты отнял? Да, 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 конечно. Да, кстати, два нужно отнять, хитпоинт. Отняет. Все честно должно быть. Ну что, нормально. Еще драться будешь? Да, напряженность другой. Давай, надо победить крыльеву. Раз, два. Четыре и более еще будешь? Нормально, давай, пятьдесят процентов. Хорошо, под тридцем. Единичка, больше, больше драться не меня. Да, блин, давай, как это больше нельзя драться? Единичка, это крит. Провал. Обидно. Ну, как же так. Челлендж лос, он здесь даже указан. Вот мы лузеры. И теперь, и теперь, до этого зато хорошо везло. Так, теперь три выбора. Если у вас есть улика номер пятьдесят, а это кольцо, вы можете зайти в этот портал. Если у вас нет, то тогда там тролли-вали дальше. Но вы будете заходить с кольцом, правильно? Да, конечно. Без вариков. Тогда у вас улика номер сорок семь. Сорок семь. Теперь, чтобы вас не убило, кстати, уже убьет окончательно, предупреждаю. Имейте в виду. Так. Сгорели в соляриуме. Вам потребовалась вся ваша сила, чтобы пройти, чтобы протолкнуть это кольцо, которое вы здесь нашли, через портал. Так. На другой стороне вы чувствуете, что портал, магия портала увеличит вас до нормального размера. Дальше необходимое, необходимое на челлендж. Чтобы протолкнуть кольцо в портал, нужно кинуть прокинуть на силу. Это необходимо. Я вам прокидываю. Это вам нужно пять и больше выкинуть. Причем, это необходимо. Вы будете прокидывать, пока не выкинете. Четыре. Так. Раз. Два. А, на один. Еще раз. Единичка. На один. Здесь это не отменяется. Это потому, что необходимо. Четверочка на один. И теперь это троечка. И на два отступаем. Шестерка. Вы выиграли. Оу. Е. Да че тут? Теперь я буду как Иосиф Кобзон. Теперь 55. Нужно вытаскивать улику. 55. 55. вы набираете вы набираете легкий воздух и прыгайте через портал в ощущение пока он не распределяется по всему телу как будто вы путешествуете между измерениями вы достигаете другой страны теперь встаете солярами которые видели на картинке вы вернулись своему нормальному размеру истории карт номер 48 солярий когда вы достигли соляриями вы замечаете как стекло здесь распределено такими по такими углами что создают ощущение рисунка в виде паутины вокруг этого вокруг потолка там также установлены горшки с экзотическими растениями на каждый на каждом плод на каждой плоской поверхности добро пожаловать слышите вы женский голос мы так рады что ты нашел сюда путь престарелая женщина в длинном черном платье и белом переднике смотрит на вас из-за стены помните картинку стартовая была она похожа здесь домохозяйка она поднимает один палец и указывает на вас я ожидала вас заходите говорит она а идите этим путем а что-то в ее голосе делает заставляет вас мерзнуть а это может быть проблемой вы замечаете что-то сверкающие за горшком с тропическим растением но похоже вам нужно сначала разобраться с домохозяйкой прежде чем вы это сможете рассмотреть вы видите галерею с искусством за соляриумом дальше сообщил челлендж а темп то экскьюзь юселф попытка извинить себя попытка избежать еще раз как а темп то экскьюзь юселф попытка извините себя типа оправдаться и оправдаться так понимаю наверно если вы уровня 2 и выше то плюс один броску вас добавляется 2 и более 2 и более типа только единичку мы проиграем я 1 что-то за человек рельсы это рельс это единичка все нормально он 3 он у него рука на 3 не ровно как надо кидать конечно так есть вообще даже не рука на 3 ровно у меня все заранее смонтировано я вам показываю кусочки так ну и чё теперь мы так ладно если вы грубо вошли в арт-галерею идите на story card 32 если вы решили проигнорировать ее и войти до солярия то 55 то есть у вас выбор теперь следующий грубо войдет грубо пробежать в арт-галерею либо if you ignore her если вы игнорируете ее и оставляете за и покидаете через двери соляриума то 55 то есть можете войти в дверь солярия или пробежать в арт-галерею арт-галерея или или выделивать на выход из соляриума вы зашли через картину поэтому вы здесь нигде не были напоминаю я пошла в арт-галерею грубо пробегаете мимо нее варды но подождите здесь так написано я просто читаю дословно может быть это важно я не знаю я бы побежал наверное вы как думаете я согласна ну хочется исследовать конечно хочется я не зря adora explorer так куда маргалерею прикоснуться к прекрасному а труба так сказать грубо грубо пробегаете и бежите в сторону галереи хорошо это значит номер 32 номер 32 а выступаете на покрытый мрамором пол арт-галереи вы удивлены тем что здесь есть сотни заключенных золотые рамки картин плюс огромное количество абстрактного модернового искусства скульптур на пьедесталах вау это полная коллекция должна строить стоить газельоны слишком плохо для вас что вас нет времени этим всем насладиться а вам нужно двигаться французские французские двери не зашка французский дверь ведут вас в студию в студию дверь ведет я думаю что французские это такие которые со стеклами прозрачные ведут вас наружу вы не можете видеть куда это вы не можете видеть куда это ведет вас а вы можете видеть что-то ведет вас к пристройке которая похожа на жилище тещи так написано для его апартмент видимо пристройках дома где теща живет а дальше у вас есть прямо ниши если у вас уровень 2 и более психика то улика 50 через можете пока посмотрите все предметы искусства всякие разнообразные сейчас по нашим за предостережение вас все 454 это похоже на закрыл запор от кейса от сейфа запирающим ходили подводной лодки или какой-то люк может это голландский штурвал может быть я сейчас без пошлости ну прям реально штурвал на какой-то штурвал и мы откладываем голландский это говорит о тебе в первую очередь а не обо мне кто сейчас решает кати ты нет левинг это решаешь куда вы пойдете дальше через французские двери или в пристройку тещи для начала смотрите я бы хотел услышать что смешно во французских дверях потому что голландский штурвал французские двери или или домик для тещи французские двери неизвестно куда неизвестно да а в студии стулья написано ведут я бы сходил в домик тещи девочки какой насчет но он его виднее про тещу поэтому может потому идет что не значит такой короче домик тещи да хорошо да карта номер 46 так вы переходите берете дорогу чтобы пройти в деревянные апартаменты отделаны деревом с какой-то там отделкой красивой дома никого нет вы пробуете двери окажется что она открыта вы входите в комнату которая полностью темная за исключением только одного угла освещенного свечами где вы видите кожаный вот а в кожаный кожаный стол на стул вернее кожаный стул отвернутый от вас лидер деск чиро кожаный какой-то короче кожаный стул я знаю деск чиро как-то сказать обычно и представляем из к столу а теперь катя у нас как раз как будто из картины рембрандта теперь демонстрирует все оттенки черного и качество оттенки черного да качество глубины света так стол от отвернут от вас и на нем кто-то сидит медленно стул начинает поворачиваться и там сидит знаете кто шимпанзе которого монокль вставлен глаз и она держит шариковую ручку смотрит на вас с осуждением хочет прописать смотрит вам потом прямо в глаза о похоже вы прервали его работу шимпанзе спокойно откладывает ручку на стол и убирает свой монокль он хрустит пальчик хрустит костяшками пальцев и встать и становится похоже время до похоже время двигаться и этот шимпанзе кажется пойдет к вам она прыгает fight fight the chimp вы можете использовать стать и свое саблю плюс два да и будете с ним биться у вас тем более нужно выкинуть сейчас один и больше точнее один это будет провал то есть единичка это право единичка у него кропленые кости она ничего не дает это чисто была драка на данжерметр так после боя шимпанзе убегает вы замечаете что вы замечаете слева вас большую металлическую дверь которая выглядит совершенно здесь не к месту а также есть дорожка ведущая к чему-то что кажется студии в главном доме либо металлическая дверь либо дорожка ведущая в студию пришли получили от шимпанзе слегка люлей да теркать и выбирает ли кто или лимит ты еще металлическая дверь вот может быть как раз та картиночка с опасностью говорит на металлической двери а там приоткрытая дверь нет тут вентиль то есть непонятно конкретно конфигурация металлической двери мы согласно и в принципе изначально нас еще в студия была как-то давайте заглянем когда вы идете в студию карта я тоже за студию карта номер 33 внутри студии вы шокированы тем что видите 12 пар глаз смотреть смотрящих на вас с яростью еще 6 мартышек 12 12 пар же или 12 так вы останавливаетесь намертво чтобы проверить что это такое это дюжина странно выглядишь людей все они держат бревки как чемоданчики и они буквально берут деньги из кулеров наполненных льдом 12 людей с чемоданчиками из холодильников пихают деньги себе в чемоданчики понимаете это же психоделика так вы делаете еще шаг и все кроме одного этих ребят напуганно напуганно вздрагивает последний из них оборачивается смотрит на вас пока он еще должен держит его бревкейс крепко двумя руками и вы довольно такие уверены что можете его отнять вы видите вы вы видите коридор на другой стороне комнаты который может служить вам быстрым выходом дальше optional челлендж можете ему навалять тем более что это просто всего лишь два плюс как смартышка 1 давайте наваляем нужно выкинуть сейчас два и больше 6 наконец-то 38 чемодан с деньгами 38 и это чемодан полный денег так один писать икске вам нужно прибавить вы вы держите чемодан который содержит деньги содержит больше денег чем сержант моррисон и детектив мёрфи зарабатывают за год ваша психическая способность увеличивается на один теперь дальше вам нужно стараться спокойней жить да и дальше вы идете вы идете по холлвэю на выход 45 улика 45 так вы переходите в коридор мимо фотографии и картин старой тюрьмы вы достигаете конца холла и находите металлическую дверь идите к стори карты номер 60 а это кстати конец 2 главы они 2 главы ну неплохо я считаю прошло да сейчас я прочитаю я думаю что мы третий главу уже не будем играть чтобы не затягивать вполне достаточно может следующий раз сыграем да давайте 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 да я не против нужно прочитать через написано так вы открываете металлическую дверь когда вы которая закрывается прямо за вами с лязганием похоже что эта дверь тюремной камеры вы поворачиваетесь чтобы про похоже на дверь тюремной камеры вы поворачиваетесь чтобы проверить где вы это оказывается что это лифт вы заходите внутрь жмете кнопку закрыть дверь и наконец начинается движение лифта вы не можете поверить что вы вниз по мужу вниз даже двигаться но пока не писал куда на так вы не можете поверить тому что вы через это все все-таки прошли но этот лифт должен быть вашим билетом в подвал и он должен привести вас на один шаг ближе к раскрытию тайны того звука что вы слышали когда только вошли в дом теперь когда вы знаете где находится ли ватт лифт лифт вы вернуться до вода вы думаете ехать его вниз или вернуться обратно чтобы посмотреть чего пропустили вот собственно и все я сейчас сфотографирую расположение да чтобы мы знали потом с чего начинать и инвентарь инвентарь конечно да тоже но мы поедем или я не хочу ну что неплохо неплохо сыграли давайте послушаем ревью все все в трое играли впервые в книгу игру правильно я точно для меня давай с тебя начнем что-то скажешь в этом был прикольно прикольно потому что как бы в обиду вы будет сказано довольно высокий уровень проработки тут как бы понятно что заранее различные линии и они хоть и ведут к чему-то как в итоге одному но тем не менее эти линии они проработаны вот эти детали какие-то и возможность с ними взаимодействия какими-то последствиями которые там тоже определенную значимости проработку имеют это интересно это плюс это плюс вообще всех книг игры это их литературное оформление естественно потому что там повышается вовлеченность до можете позволить всякие мелкие детали и прочее даже может здесь целые детективные приключения создавать детали очень важны и тогда дисботка психотерическая штука так катя ты да прикольно прикольный и кэш азарта прям прибавляет чем самим кидать кубики был всем круто да проверить твои кубики высылайте ко мне ролевую инспекцию полиция полиция точно есть кстати в казино есть инспекторы по кубикам не надо к я присылать просто так разве чай лаваш ты чё скажешь ну что я хочу сказать это мой первый опыт игры тоже вот мне понравилось то что есть визуальные вот эти вот карточки какие-то загадки какие-то ну такие вот моменты которых нету в настолк в настольных ну и в книжных да но и в книжных тоже хотя может быть там есть картинки мы же не играли как книжных это делается в книжных вот этот инвентарь он выписывается на листочек что конечно не так удобно может быть вот но но тем менее учитывая что у меня в отличие от лиминга и от катя опыта игры в настольные ролевые игры вообще нету не считай киберпанка то я хочу сказать что мне в принципе нравится это это сравнивать нельзя потому что тут все-таки больше идет такая линейная игра все равно рано или поздно не то что там туда да там ты не знаешь тут тоже но все равно ты либо умрешь либо будет какой-то итог и все равно скорее всего будет такой более плоская я бы так сказала здесь вы должны понимать да в чем разница этих разных ролевых игр это как вот разные машины есть есть машина спортивная да есть машина там джип-внедорожник и естественно одна быстро разгоняется на небезопасных вторая там медленная но тяжело тяжелые вещи возят и мощные так вот и тут тоже сравнивая как это игры с разным функционалом не сказать что одно лучше другой хуже настольные ролевые они подразумевают естественно большую свободу и как всегда большая свобода это меньше проработанность это понятное дело тут же наоборот очень хорошо может быть написано хотя прямо вот таких вот офигенно написанных на русском по крайней мере приключения еще не встречал не все какие-то немножко чокнутые типа вот это вот психотерическими элементами хотя я бы я почти уверен я почти уверен что есть всякие детективные подобные игры потому что действительно огромное количество а сейчас же есть игра искусственный интеллект текстовая ролевая которая ты что хочешь отвечаешь искусственный интеллект подстраивается под тебя игра продолжается так это повод написать свою на русском языке интересно ты не представишь как она выглядит то есть посмотри поэтому нетфликсу да вот сериал черное зеркало там где серия с выборами такая игра выглядит как несколько стен залепленных этими наклеечками с развитием сюжета это там дружи продумать все эти ходы переходы и так далее на этом на этом уже давно собаку съели ну вот да нет это я все понимает но хочу сказать в пользу настолок то что тут как как бы все зависит от тебя твоей фантазии а тут все ну конечно это в это в этом в этом особенности игры плюс и минус особенности этой в таком артой в таком хорошо спасибо большое что сегодня были с нами еще раз поздравим кати днем рождения куда переслать деньги на подарок не будем особенность в 2050 году найдите меня пожалуйста может я хотя сколько мне жилет тоже будет я буду по 70-летним дедушкой мне деньги понадобятся я найду куда их применить спасибо всем что смотрели оживите долго представьте всем пока